В весеннем саду яркие, разнообразных окрасок примулы всегда желанны. Купить их несложно. Весной во всех больших супермаркетах на прилавках появляются они в горшочках в уже цветущем виде. Хочется купить все, до того хороши. Но полюбовавшись на них один сезон, мы редко находим их в саду в следующем. Есть, конечно, те, кому повезло, и покупная примула живет в саду много лет. Но в основном, увы, это однолетки. И это не от неправильного ухода. Просто есть примула для домашнего содержания, а есть для улицы. Чтобы иметь надежные многолетние примулы, лучше их вырастить из семян. Лучше-то оно лучше, но не у всех получается. Для садоводов, которые любят выращивать собственную рассаду, выращивание примул не меньше, чем вызов. Они не так уж и просты. На что смотреть в первую очередь? Правильно, на отношение сорта к холоду. Если стоит значок парничок, или написано для закрытого грунта, или указана не ваша климатическая зона выращивания, такие семена не берем. Например, для Подмосковья подойдет четвертая зона, для более северных районов третья. Так как примулу из семян вырастить в домашних условиях довольно сложно, и это больше зависит от удачи, чем от технологии или опыта, нужно купить сразу несколько сортов. Все усложняется тем, что семена даже до весеннего посева при хранении в идеальных условиях теряют схожесть на 40%. Но самое главное, время, требующееся им на прорастание, увеличивается в разы. Поэтому сохранять семена необходимо только в прохладе. Температура даже в 20 градусов тепла считается для семян примулы очень высокой. Выход покупать свежие семена осенью и делать подзимний посев. А если не успели это сделать, то хранить до посева в холодильнике. Конечно, было бы проще посеять весной в грунт или теплицу и за лето вырастить кустики, которые зацвели бы уже к осени. Но мало какие семена сохранят схожесть до весны, поэтому придется выращивать рассаду с зимы. Готовим любые контейнеры или горшочки и обычный классический субстрат для рассады. Вместо общего ящика можно высевать примулы в небольшие горшки и кассеты. Оптимальным временем для посева семян примулы считается февраль. Чем раньше, тем больше шансов. Грунт перед посевом ни в коем случае не поливают для всех видов, нуждающихся в стратификации. Для предупреждения распространения грибковых заболеваний перед посевом необработанные производителем семена можно продезинфицировать, поддержав в растворе перекиси водорода 3 минуты. Все примулы, кроме мелкозубчатой и обыкновенной, а также некоторых гибридных сортов, нуждаются в холодной стратификации. Посев проводите только по сухой почве и поверхностно. Семена сверху нельзя покрывать даже тонким слоем песка или просеянного субстрата. Их нужно всего лишь чуть вдавить в грунт, но не слишком сильно, а лишь закрепляя. На 1 квадратный сантиметр почвы должно попадать не более 5 семечек. После того, как проведете посев, не опрыскивайте семена сверху. Емкости нужно просто накрыть пленкой или стеклом. Переносим контейнер на мороз. Если такое имеется на улице, идеально прикопать в сугробе в саду. Но нет такой возможности. Ставим в морозильник оптимальным считается выдерживание в температурах от минус 5 до минус 10 градусов в течение хотя бы 10, а в идеале 20-30 дней. Посев примул гибридных сортов, мелкозубчатый и обыкновенный, проводят по влажной почве без стратификации. Всем примулам и проходившим стратификацию и не проходившим необходимо обеспечить одинаковую температуру для прорастания от 16 до 18 градусов. А вот освещение на этапе прорастания понадобится не всем. На свету прорастают гибриды. Примула обыкновенная, японская, розовая, флоринда, опушенная, но не под прямыми солнечными лучами. Примулы зибальда, мелкозубчатые и высокие, прорастают в темноте. Их нужно накрыть черной пленкой. Всходы появляются через 2-3 недели. Чем позднее просев, тем дольше прорастают семена. Важное условие прорастания в этой фазе – поддержание легкой и стабильной влажности. Пересыхание субстрата практически гарантированно приведет к полной потере посевов, как, впрочем, и переувлажнение. С момента, когда появятся первые ростки, примулы нужно медленно приучать к воздуху, приоткрывая пленку или стекло. Полностью убрать укрытие можно будет только через 10-12 дней. Сходы развиваются очень медленно. До пикировки главная задача – аккуратный полив. При выращивании примул необходимо 2 пикировки. Первую проводят рано, когда у сильных растений появляется один настоящий лист, а у остальных два. Рассаживают растения аккуратно в маленькие емкости, лучше кассеты. Уход растений нужен тот же, с аккуратными поливами. После первой пикировки примулы начинают активно расти. На первую зиму молодым растениям понадобится укрытие. Слой сухих листьев высотой около 10 см. Полученные из семян примулы, как правило, зацветают уже в первое лето. Но у некоторых видов цветения начинаются только на второй или третий год.